Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня очередная группа жителей республики из числа добровольцев и тех, кто призван под частичной мобилизацией, отправилась для участия в специальной военной операции. Взаимодействие военных комиссариатов с гражданским обществом в период частичной мобилизации. Эти вопросы обсудили в общественной палате республики. Одно из старых зданий, Карачаевска, преображается на глазах. Скоро распахнет свои двери новый корпус географического факультета КЧГУ. Адресную доску установили на здании Свято-Сергиевской гимназии Черкеска в рамках проекта «Историческое название улицы городов». Сегодня из Черкеска для участия в специальной военной операции отправилась очередная группа жителей республики из числа добровольцев и тех, кто призван по частичной мобилизации. Подавляющее большинство пришедших военных комиссариат по Карачаево-Черкесии людей ранее получили повестки и сочли крайне важным для себя отдать долг родине. За отправкой военнослужащих на сборном пункте наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Об участии в боевых действиях в составе частей российской армии этот парень знает не понаслышке. Ранее не раз отстаивал интересы страны в различных уголках земного шара. Сегодня он, а также еще более сотни жителей Карачаево-Черкесии отправились для защиты недавно принятых в состав России территорий. Я служил джигутинского района, призвался по мобилизации. Считаю, что каждый, кого призывают на мобилизацию, обязан защищать свою родину. Пришла повестка по мобилизации. Ну вот, с чего нужным пойти, родине послужить. Каждый пришедший в региональный военкомат человек сперва проходит медкомиссию, инструктаж и только потом вносится в список на отправку в части для прохождения дополнительной подготовки. Лишь после этого военнослужащих направят для участия в специальной военной операции. В состав команды входит более ста человек. Все они будут проходить воинскую службу. В самоходном артиллерийском полку будет дислокация Владикавказа, где в течение до 20 октября с ними будет проведена одиночная подготовка. Далее на полигоне Тарском с ними будут проводиться слаженные отделения и расчетов. Надо служить, надо долг своей родине отдать. Будем держаться, все будет хорошо, мы вернемся к близким. Все живы, здоровы, все полностью комплектованы, ребята все на позитиве. Все будет отлично. Главное не переживайте, ждите, все будет хорошо. Всем родителям, которых дети забрали по мобилизации, хочу сказать следующее. Не волнуйтесь, не переживайте. Мы здесь как дружная семья, друг за другом, горой. Отправившихся защищать родину жителей республики провожали напутственными словами представители руководства регионального правительства и военного комиссариата. Все мужчины должны брать пример с вас. И детей должны воспитывать так, какими вы являетесь. Я желаю вам счастливой дороги, успешного выполнения своего воинского долга и такого же счастливого возвращения домой. Артур Махцы, Олег Малхожев, Вести Карачаев-Черкесия. В общественной палате Карачаев-Черкесии обсудили вопросы взаимодействия военных комиссариатов с гражданским обществом в период частичной мобилизации. В работе круглого стола приняли участие представители военного комиссариата и видные общественники республики. Подробности расскажет Мураджан Кезов. Все внимание присутствующих было обращено к представителю военного комиссариата республики, потому что 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Согласно указу президента, призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Я теперь разбираю вот это предложение по фразам. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе. Граждане Российской Федерации пребывают в запасе в возрасте до 50 лет. Мобилизованные получают специальный статус и все установленные выплаты. По решению главы Карачаева Черкесии в республике работает штаб по частичной мобилизации и оказанию помощи семьям мобилизованных. Также создана комиссия для консолидации усилий правительства республики и общественных организаций по решению возникающих вопросов в связи с мобилизацией. Задача была выполнена в срок, в полном объеме. Говорить о том, что Карачаево-Черкесская республика окончательно и победоносно выполнила все свое установленное задание, я не могу. Потому что эта задача будет выполнена только тогда, когда мы и наши граждане узнают о том, что вышел указ президента об отмене частичной мобилизации в Российской Федерации. Собравшиеся подняли интересующие всех жителей республики вопросы, связанные с мобилизацией. Например, об обеспечении мобилизованных обмундированием. Я вам докладываю, что граждане, призванные по мобилизации, были обеспечены за счет средств Министерства обороны комплектами летнего и зимнего обмундирования, начиная от носок, котелков, полотенца и заканчивая формой одежды, как на мне, только летняя и еще и зимняя, еще и нательное белье. Шапка, берцы, ну все, что положено одеть военнослужащему, чтобы встать в строй. Война – дело всенародное. И здесь мериться никто не собирается. И поверьте, военному комиссару просто некогда. Сейчас смотри, кто там из богатой, благополучной семьи. Есть буква закона, 18-я статья 31-го федерального закона. Там четко написано, кто не подлежит. Черно по белому. Там статей-то, подпунктов-то немного, на самом деле, кто не подлежит. И еще несколько статей потом добавились указом президента. Все. Подводя итоги заседания, председатель общественной палаты Елена Лешова подчеркнула, что в это непростое время сплоченность нашего общества является надежным фундаментом благополучия и процветания наших народов, и все вопросы, связанные с мобилизацией, можно обсудить, позвонив по телефону горячей линии 122. Мурат Сенхёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову представлен новый генеральный директор ООО «Газпром Межрегион Газ Черкесск» и ООО «Газпром Газораспределения Черкесск» Олег Дергачев, назначенный на эту должность решением Совета директоров компании. Олег Дергачев имеет высшее профильное образование, большой опыт работы в компаниях нефтегазового комплекса последние несколько лет работал в должности советника генерального директора «Газпром СПГ Технологии» в Санкт-Петербурге. Заместитель генерального директора «Газпром Межрегион Газ» по реализации транспортировки газа Юрий Пахомовский подчеркнул профессионализм, компетентность Олега Дергачева. Его готовность качественно выполнять задачи, стоящие перед компанией «Газпром Межрегион Газ Черкесск» и «Газпром Газораспределения Черкесск». Задача у нас общая – это продолжение газификации наших населенных пунктов, реализация поручения президента страны по социальной догазификации частных домовладений, реализация инвестиционных проектов по строительству газомагистралей, сказал Рашид Темрезов. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью западный, а днём восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1,6, в горах – минус 4, плюс 1. А днём – 12-17 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесске без осадков ветер ночью западный, днём восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,5, а днём – 15-17 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. В Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Лива полным ходом идут ремонтные работы корпуса естественно-географического факультета. Одно из старых зданий. Карачаевское буквально преображается на глазах. Здесь полностью будет обновлен фасад и крыша корпуса. Уже совсем скоро студенты будут обучаться в комфортных условиях. На каком этапе ремонт и когда здание распахнет свои двери, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здание останется узнаваемым, сохранит исторический облик, но при этом ремонт должен быть качественным, отмечает руководство КЧГУ. Корпус естественно-географического факультета является одной из первых построек Карачаевска. По словам старожил, здание возвели еще в 30-е годы прошлого столетия. В нем в разное время располагались различные учебные заведения. В прошлом году решением администрации Карачаевского городского округа здание передали на баланс университета. И уже активными темпами ведется ремонтные работы по обновлению фасада и отделке стен. Министерство науки и высшее образование поддержал наш проект. И сегодня ведутся работы по существу комплексного ремонта здания. А это значит, что начиная с подвала, фасад, окна, двери, покрытие, кровля, все помимо несущих стен, все будет меняться. И я надеюсь, что наши студенты, преподаватели, которые будут здесь заниматься, естественно, географическое факультет, а также жители и гости нашего города получат наслаждение красотой этого здания. Важно отметить, что здание реставрировали один раз в 1961 году и после ремонт не проводился. Подрядчики уверены, что работы идут быстрыми темпами и совсем скоро студенты смогут заниматься в новом корпусе в комфортных условиях. Капитально ремонтируется крыша, фасады, внутренняя отделка, все коммуникации. На данном этапе идет работа по стройской кровли, завершенная работа по демонтажу, работа по прокладке коммуникаций и подготовка к отделочным работам. У нас сохранились теплые воспоминания от учебы в старом здании, но мы очень ждем, когда его полностью отремонтируют, отмечают студенты естественно-географического факультета КЧГУ. Несмотря на то, что зданию был необходим ремонт, благодаря нашим преподавателям нам было очень хорошо, уютно и тепло в этом здании. Но очень бы хотелось, чтобы наши кабинеты стали намного просторнее, светлее и оборудованнее. Все студенты естественной географической факультеты с нетерпением ждут того, что ремонт скорее закончится, и мы наконец-то переедем к себе обратно. По словам подрядчика, все ремонтные работы завершат к концу декабря, а уже в новом году корпус будет сдан в эксплуатацию. Аль-Хамеб Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На здании Свято-Сергиевской гимназии Черкеска установили адресную доску. На ней сведения о том, на какой улице располагалась гимназия с момента основания. Инициатива установить адресную табличку принадлежит представителю регионального отделения ОНФ Денису Струговцову. Он рассказал о проекте «Царь Града», исторические названия улиц и городов, в рамках которого была реализована эта инициатива. В ближайшее время еще одну адресную табличку планируют установить на здании Дома профсоюза в Черкесске. Совершенно логично, почему здесь мы открываем. Здесь очень большое внимание уделяется патриотическому и духовному воспитанию детей. Кстати, тоже интересная информация. Застраиваться этот район начался после Великой Отечественной войны. И первое название улицы Кочубея была улица Ленина. То есть исторические такие моменты. Проект «Царь Града», исторические названия улиц и городов будет продолжаться. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова